Музыка Паня Тапанова, президент Украины Так, пошли панфары ПАПРАБАПМАА... ПАПРАБАПМА... ПАПРАБАПМА... ПАПРАБАПМА, ПАПРАБАПМА... ПСС... Масилий Петрович, что сидим-то? Выходим из лимузина. Выходим, выходим. Стоим здесь. Носочки ровно. Глаза закрыли, открыли. Так лучше. Пойдем. Идем, идем. Здесь вас встречает командир почетного караула. Весанолные паны президенте. Жмете ему руку. Жмете, жмете. Отлично. Идем дальше. Не сутулимся. Красиво. Подбородок выше. Улыбочка. Обычная легкая президентская походка. Получишься, все сделаем. Осторожно, ступеньки. Три штуки. Завтра тоже три будет. Гардемарины, кадеты, красавцы. Завтра упадешь. Не забудем. Проходим. Подбородок выше. Не стутулимся. Так, вот здесь стоп. Улыбка. Подбородок выше. Еще выше. Еще. Ух ты! Люстра красивая. Впечатляет. 8 миллионов евро. Первый президент купил на аукционе. Мещанство. Может, позавтракем? Спасибо, я не голоден. Как хотите, я с удовольствием. После. И поднимаемся по лестнице. Здесь завтра будут гвардейцы. Улыбаемся, идем ровно по мраморным ступенькам. Кстати, итальянские древние. По ним еще сама Мария Антонета подымалась. Куда? На казнь. Кстати, люстра была раньше серебряная, сейчас золотая. Дефолт 2008 года помните? Конечно. Вот он. Идем, ровная спина, дышим. Да, дышу. Кстати, хорошо дышу. Хорошо, да. 7 уровней очистки. Да? Да. У Обамы 6, кстати. Интересно. Любил символизм. Да, да. Ух ты. Птичка Янукович. Зарядок. Работает. Идем дальше. Да. И вот здесь стоп, постоим на Красной книге. Как это? 17 пород редкого дерева. Да вы что? И на балкончик. Прям? Да. Выходим. Здесь гости. Депутаты. Машем ручкой. Машем-машем. Благословляем. Другой работа осталась. Глаза закройте. Откройте. Все-таки так лучше. Я люблю свою страну. Люблю свою жену. Люблю свою собаку. Я всего на свете член. Почти что супермен. Но редко лезу в драку. Знает весь двор. Мой приговор. Слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь. И даже крики браво. Персональный самолет. Мне выделил народ. А что имею право. На животу. Вот тут. Набью тату. Слуга народа. Гвардейцы. Открывай дверь. Да. Фанфары, аплодисменты. И пошли. Вспышки, вспышки, вспышки. Секунд двадцать. Несложно. Улыбаемся. Улыбаемся. Над улыбкой поработаем позже. И подходим к трибуне. Есть. Господин президент. Да. Кто из нас господин президент? Я. Замечательно. Так, может, к лесу передам? Поведяйся, поведяйся. Я волнуюсь. Подходим к трибуне и читаем речь. Еще и речь. Да, хорошо. Шановне. Шановне. Извините, это мой бог. Необходимо размять речевой аппарат. Для начала давайте бдабди бдобду. Бдабди бдобду. Бдабди бдобду. Вот так, скороговорки. Значит, оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Вот так быстро. Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Орешки. Я не хочу, спасибо. Да. Зачем? Оппозиция лоббировала-лоббировала, да не вылоббировала. Да, хорошо. Ага. Как греки. Как греки. Ага. -"Оппозиция лавировала, лавировала, да не вылавировала". Оппозиция лавировала, лавировала, да не вылавировала. РЫХОН. Прекрасно. Усложни. Ехал гепо через реку, вбитит гепа в реке рак. Солраво гепо τουху в реку, рак за дупу гипу цап. Ехал гепо через реку, видит гепо в реке рак. Солваро гепо дупу... Дупу свозь. Прекрасно. А теперь моя любимая. Шёл Ляшко по шоссе и... И что? И все, размяли речевой аппарат, орехи долой, читаем речь. Да. Попробую. Шановные спеви... Слушайте, а можно я вместо шановних спевичизников скажу дорогие украинцы? Как-то ближе... Да, конечно. Дорогие украинцы. Неплохо. Только надо бомнить себе под нос. Дорогие украинцы. Отлично. Можно погромче. Дорогие украинцы. В то же время и кричать не надо, это необязательно. Дорогие украинцы. Вот это слишком быстро. Понял. Чуть размереннее. Дорогие... Украинцы. Что, уснули все, да, кругом? Эти мхатовские паузы ни к чему. Я вас прошу, господин президент. Спокойно, мягче. Видишь, человек волновится. Извините. Спасибо, Игорь Иванович. Нет, за что. Давайте, глагольте. Меня здесь нет. Хорошо. Все. Понял. Дорогие украинцы. Чверть столетия тому мы... Почали... Не-не, стоп-стоп-стоп. Извините. Давайте так. Раза три-четыре с орехами. Потом речь как песня подьется. Ну, я-то знаю просто. Спинаром. Улыбочкой. О, заиграла. И речи. Дорогие украинцы. Ага. Чверть столетия тому... Чверть. Чверть. Чверть столетия тому мы почали будувати... Почали. Почали будувати новую нацию. 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 Зародженную. Зародженную. Зародженную у свободы. Зверую у равноправность усих громадян. Прекрасно. Нет, ничего прекрасного. А мне кажется, что это речь Линкольна в Пенсильвании в 1863 году. Да? Ну, прекрасно. Замечательно. Здесь никто не вспомнит. А на родине Линкольна оценят. Вам у них скоро деньги просить. Да может быть, я тогда лучше своими словами? Василий Петрович, миленький. Послушайте. Поверьте моему жизненному опыту. Любая отседательная заканчивается попередниками и кровосесями. Так что давайте строго по тексту. Пожалуйста. Ладно. Дорогие украинцы. А ты, бати, пришли свати до нареченої дохати. Не котить нам гарбуза. Голосуйте дружно за. Вы свидетели его вышли? У вас товар, у нас купец. У вас же девчина, а у нас молодец. Ничего не понимаю. Вы кто? Мы батьки Славика. И пришли за сват эту вашу Наталочку. Засватавали девчиноньку. Спасибо. А ничего, что полгода назад ваш Славик ее бросил. И девочка полуживая ходила. Ничего? До свидания. Кажи хотівшого казати. Наташа, я совершил ошибку. Наташа, я совершил ошибку. Прости меня, пожалуйста. Ага. Сейчас. Ну, пожалуйста. Все, Славик. До свидос. Ну, пожалуйста. Извините. Заждіть, будь ласка. Але ж у вас ще одна незамежня голубка есть. Засватавали девчиноньку. До свидания. А-а-а! Ты это видел? Не, ну... Шо такое? А ничего, что мы принца Гарри, как минимум, женихи поджидаем. А они нам этого рахитного впаривают. Засватавали девчиноньку. Пошли завтрак. Ну, а сейчас самая важная часть церемонии. Вы принимаете поздравления. Ребята, поехали. Что я должен делать? Ничего особенного. Улыбайтесь, кивайте, жмете руку. Главное, мало говорите, чтобы потом не пришлось много извиняться. Хорошо. Присядьте. Дамы и господа! Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама! Встаем. Неужели сам? Простите, я вас не понимаю. Кстати, я тоже не понимаю, зачем нам нужен Обама, если его не будет на инаугурации? Понял. Колят домой. Совсем не похож. Нет, не похож. Но мы просто хотели приблизить вас к реалиям. Присядьте. Дамы и господа! Ангела Меркель! Встаем. Аннет. Здрасте, Василий Петрович. Валя, ну какое здрасте? Откуда здрасте? Ты бы еще шалом сказала. Дай мне Меркель. Меркель дай. Гуден Абен Хер, Василий Петрович. Гуден Абен. Жмите руку. Мягенько. Мягенько. Она должна доминировать. От этого зависит размер помощи Центробанка Германии. Валя, немецкий надо подтянуть. Мне кажется, неплохое такое баварское произношение. Спасибо. Дамы и господа! Саркози и Путин! При чем тут Путин? А при чем тут Саркози? Во Франции давно лаван? Извините, прошлогодний список подсунули. Так, это Саркози. Ну-ка, свали. Путин потерялся! Быстрее! 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 Чтобы я не видел больше. Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Можно не вставать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ох! Простите, я на секунду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Оль, это срочно или может подождать? Господин президент, я всего лишь хотела напомнить, что сегодня у вас запланирована неофициальная встреча с сыном. Но в силу своей природной забывчивости и свалившегося на вас грузоответственности, вы наверняка о ней забыли, да? Оль, я ничего не забыл, немножко закрутился, но уже выезжаю. Юрий Иванович, мы можем прерваться ненадолго. Мне нужно уехать. Куда? В сыну пообещал зоопарк. Олег! 40 бойцов, 5 снайперов, 1 вертолет, 2 часа на подготовку. А проще никак нельзя? Ну, разве что зверей сюда перевезти. Тогда час на подготовку. Хотя бы так. Выполняй. Спасибо. Круто мы отдыхали, да? И народу немного. Ну, пошла. Вперед! Что такое действие? Ну, вообще-то мы хотели пойти в зоопарк. Ну, я же не виноват, что дождь машет. Ну, и потом, может быть, все не так плохо. В Киевском зоопарке всех животных меньше, чем здесь. Может, поиграем, Машкина? Радость и печаль. Начинаем. Хорошо, Яночка. Назови самую большую радость этой недели. М-м-м. Ты стал президентом. Теперь ты почти самый крутой папа в классе. А почему это почти самый крутой? Просто папа Коваленко. Водитель должен. Водитель должен. Ну, конечно, он я сделал. Но у тебя уверенное второе место. Серебро – это неплохо. Поехали дальше? Да. М-м-м. Тревоги. А это правда, что ты будешь меня меньше любить? Саня, с чего ты взял? Ну, это кроме меня. Тебе придется любить еще целый народ. Димыч, несмотря на то, что я президент, я все тот же твой папа, а ты все тот же мой любимый сын. И я, конечно, люблю свой народ, но ты у меня будешь всегда на первом месте. Хочешь, поклянусь на конституции страны? Ладно, проехали. Да, теперь... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сейчас. Что такое? Зовут. Ехать пора. Наши моменты. Подвиги смогли. Немного задержались, извините, пожалуйста. Да, ничего. Василий Петрович, вы бы еще на встречу с сыном с ротой почетного караула пришли. Прости, пожалуйста, положено по статусу. А шишек нам там по статусу не положено? Нет, нет. Нет, нет. Пап. Да, сын? А можешь, ты на мой день рождения издать такой указ, чтобы мама снова вышла за тебя замуж? А... А вам это... Сыночка, это, ты знаешь, не папа на компетенцию, он же президент. Нужно собирать пору. Должен все тебе въять. Да, въять. Это вы опять начнете ссориться, ругаться. Второго вашего развода моя психика не переживет. Поэтому лучшие ролики. Ролики? Да. Нормальный подарок. Договорились. Хорошо, я буду бежать у меня. Я тебе позвоню. Пока. Да. Пока. Счастливо. Нет, ну это капец какой-то. Он орет и орет. Когда у него уже эта батарейка сядет? Что мы с ним делать? Ну, на то есть, может, выйдешь к нему. А вдруг и правду одумается. А-а-а, ща, доча не ведись. Это точно как папаша твой. Милицию надо вызывать. Да какую милицию? А-а-а! Ты что? Вот и вся милиция. Петя! Что Петя? Что Петя? И чтоб художество вот этих асфальтов снял. Весь двор своей любовью загадил. Ну, комонный какой-то. Да, он еще и безграмотный. Наташа, выходи за меня через И. А что, неправильно? Мама. Мы ужинать будем, а? Будем, будем. Да-да-да. Мама, а что пятная тарелка? А-а-а-а! Мама. Славика! СМЕХ Это я для Васеньки по привычке накрыла. Как он там наш дорогой? Да думаю, с голоду не умирает, в отличие от меня. Мать, что застыло? Да-да. О, опять вареники. Ну, извиняйте, рябчиков нету. А Васька? Угу. Сейчас не будешь жируют, его там деликатесами сторочки кормят. СМЕХ Итак, господин президент, чтобы ничего не перепутать. Да. Эта вилка для основного блюда. Хорошо. Эти вилки для салата. Салат. Эта для лимона. Эта мидии и устрицы. Так, Стас, основной. Переходим к ложкам. Это ложка для супов. Это для спагетти. Спагетти. Это для десерта. Это для масла. Это для кофе и чая. Ну, с ножами просто. Это стейк десертный, закуски для рыбы и профитроли. Ясно? Ну... Замечательно. Тогда приятного аппетита. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спокойной ночи. Спокойной ночи. А, Накидочка, неси ее сюда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА М-м-м... Чварь столетий, думаю, мой бы человек. Чварь, да-да, столетий, думаю. Не спите? Очень. Василий Петрович, прошу прощения, как-то не сообразил сразу предложить. Может, хотите первую леди? Это как? Ну, как... Ну, вам виднее. Можно так, можно... Вы что, Юрий Иванович, издеваетесь или что? Ну, правильно. Завтра сложный день. При чем тут день, Юрий Иванович? До свидания. Василий Петрович! Ну, что еще? Ну, если передумаете, вот пульт. Кнопка один – Анжела, кнопка два – Виолетта, кнопка три – Эдуард. Юрий Иванович, какие кнопки? Я вам говорю, ничего не нужно. Спасибо. Сами разберетесь, да? Вот пультик здесь. Да, я сам разберусь. Пультик там. До свидания. Спокойной ночи. Ужас. Так, товарищи, вот шверт, да, шверт. Блин, как же они, да, шверт. Столите, то му, а мы бочалы, мы бочалы, да. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да ну что тут? Юрий Иванович, ну, в самом деле. Юрий Иванович! Василий Петрович! Юрий Иванович! Юрий Иванович! Ух, какие шерсти! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Добрый вечер, Василий Петрович! Здрасте. Здрасте, господин Линкольн. Очень приятно. А как вы? А я вот зашел узнать, как дела. Совесть не мучает? Авраам, как вас по-батюшке? Можно просто. Господин Президент. Господин Президент, если бы по поводу этой речи я не собирался ее воровать. Тем более зачем? У вас прекрасный спич на Ютьюбе. Угу. Да. Я, правда, не понял некоторые слова. Вот это... ПИС... Это, вероятно, мир. А вот что такое ДЕЦ? Я не знаю. Как бы... Состояние нашей страны. Мир? ДЕЦ. Ясно. Примерно так. Это как у нас Великая депрессия. А, типа того. И? Что и? Что будете делать? Где дела? Или ваш потолок пять миллионов просмотров на Ютьюбе? Ну, во-первых, не пять, а восемь. Вот. А во-вторых... А знаете... А мы с вами очень похожи. Я тоже из простой семьи. Тоже вначале не верил в свои силы. Но я все-таки отменил рабство. Освободил миллионы людей в 1862. Я помню. В Рагу. Василий Петрович, вы тоже можете освободить свой народ? Ну, у нас же рабства нет. А вы считаете, что для миллионов украинцев, которые каторжно вкалывают, чтобы обеспечить зажравшуюся, так сказать, пелиту, их дома, лимузины, дачи, это не рабство? А что я могу сделать? Будьте самим собой, господин президент. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Президент Голобородько, по сути, еще не заступил на пост, но мы уже видим изменения. Так, впервые в истории инаугурация президента состоится не в Верховной Раде, где, напомню, сейчас продолжается ремонт, а в доме учителя. Безусловно, это очень символично, поскольку ранее Василий Голобородько работал именно учителем истории. Это катастрофа. У нас 47 международных делегаций, прямой эфир, СМИ. Как это он отказался? Он так и сказал. Не нужна какая-то охрана. Кортеж. Сам, говорит, доберусь. Что мне было с ним делать? Машину и силком запихивать? Может, с ним случилось что-то? Дай бог. В смысле? Не дай бог. Для встречи президента на крах! Бул! Зачем нужен этот пафос? Какой нахрен пафос? Она изнутри не открывается. Пан Добрезидент, рода по честной варте с нагодой, иннагрудацией вышекована. Начальник по честной варте генерала Сидоренко. Здрасте. Уважаю здоровья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Президент Украины! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие священники и гости Украины. Чверть столетия тому мы начали строить новую нацию. Зароджену в свободе, з вірою у равноправність усіх громадян. Василь Петрович, вы уже знаете, что скажете на инаугурации? Сашко, какая инаугурация? Меня никто не оберет. А вдруг выберут? Будете потом бекать-мекать перед всей страной, а мы за вас краснеть. Хватит веселиться, у нас контрольная, пишите. Надо бы порепетировать, Василий Петрович. Не буду я репетировать. Вы с ней с этой контролем. Хорошо, хорошо. Раскричались, порепетировать. Давайте. Что нужно делать? Руку на Библию. Руку на Библию? Библии нет, ребят. Ну, есть классный журнал. Не Библия, но вещь тоже святая. Какую руку? Правую? Правую. Так, хорошо. Даже не знаю, с чего начать. Ну вот, я же говорил. Начните, как все. Пообещайте, что все у нас будет хорошо, что... Левченко, я ничего никому обещать не собираюсь. Правильно. Главное, честно и своими словами. А в конце еще вот так сделайте. Оп! И вообще будет супер. Я обязательно так сделаю после того, как ты мне наконец дашь реферат на тему Запорожской сечи. Выбачьте. Можно я краще своими словами? Знаете, я... простой учитель истории. Такая история, учитель истории попал в историю. Забавно. Тут по плану я должен был вам всем много чего обещать. Но я... Я обещать не буду. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, я в этом абсолютно ничего не понимаю. Но это пока. Я разберусь. Но я знаю одно. Поступать нужно так, чтобы потом не было стыдно смотреть детям в глаза. Мои родители. Ну, и всем вам, конечно же. Осьте украинцы. Я вам обидяю. АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ Скоро выбирать его. Так надо знать его. Отца его, мать его. Кто брател у него. Чтоб не оказался он очередным уродом. Бандита, борюга, нам нужен слуга народа. Ау-ау-ау-а. У нас будет слуга, у нашего народа наконец-то ура! Ау-ау-ао наш собственный слуган. Встречаем вас странно по обоим Великого народа